всем привет всем привет у нас уже я сбилась со счета какой сегодня какая часть видео четвертое вроде бы да я не знаю не считал в общем проехали сызрань покушали так хорошо вот и показывай показывай выключили навигатор и у нас что-то короче не работает навигатор как бы работает но показывает нам какую-то ерунду вот какие-то тут вообще показывает что мы до сызрани даже не доехали а мы уже давно и недавно мы и вот проехали и он короче у нас сильно сильно что-то опа все исчезло за 3 вообще теперь это в полях едем а нет просто чуть подвинулась короче вот так вот мы едем пробка такая большая а еще мы так классно поели вообще прям обалдеть так что ребята кто едет имейте ввиду что где-то вот где сызрань где-то вот в этом районе навигация не будет работать потом и нормализуется все до мы остановились и все она такая ну стоите все это мы свернули на ульяновск чтобы поехать по трассе обход тольятти у нас навигатор до сих пор не работает какую-то ну ерунду нам показывает поэтому мы едем по указателям карта в 2 гисе у меня работает поэтому мы там смотрим а макс там у нас играет по сети в общем все придели я смотрю куда ехать коля рулит макс играет так вот сплатная дорога направо уходит самара уфа челябинск поехали навигатор какой-то загигулина у меня там показывает да я кстати включила 2 гис и там навигация работает а в яндекс навигатор не работает что вот можно пользоваться лайфхак до того тема да 2 гис вообще без проблем работает все теперь у нас будет 99 километров шикарной дороги ну да можно ехать 110 Подъезжаем к пункту, к будущему пункту оплаты проездов, пока еще бесплатно вроде бы. Ну вроде бы, да, сейчас мы как раз и узнаем. Проверим еще раз так сказать, когда ехали в Сочи, тоже здесь проезжали, было бесплатно. Вот смотри, а здесь четыре полосы, можно проезжать. Что ты думаешь, что все-таки платно? Не знаю, что знаю. Да, в любом случае, здесь только талончик дадут. Оплачивать точно не здесь надо будет. Хотя, непонятно. Хотя там везде, помнишь, мы когда ехали по платной дороге, сразу же оплачивали. Ну сейчас узнаем, что тут платно-бесплатно. Мы ехали сюда, она была еще бесплатная. Как там сказали, я забыл уже. В тестовом режиме. А сейчас мы не знаем, в тестовом режиме или нет. Месяц вроде должна была быть. Ну, все же могло поменяться. Ну нифига, смотри на фурии, что-то он не прошел там. Что-то мы не пропустили, сейчас будет назад ехать. Ваш прав чуть потолок не пробил. Интересно, почему там никак нельзя. Там нету, наверное, некому талончик дать ему. Хорошей дороги. Транспорт не обнаружен. Спереди тоже транспорт не обнаружен. Поэтому мы и не можем проходить. Старин. Чувак встал, транспорт не обнаружен, пишет. Эта штука пишет ему. Ну, справа вон все проезжают спокойно. У нас тоже все проезжали вот до вот этого вот. А что у него там за транспорт? Не знаю. Что его не могут обнаружить. Видишь, транспорт не обнаружен. Сейчас, смотри, подъедет, возьмет талончик и все, его пропустят. А этот видимо талончик не может взять, либо не понимает, что надо взять. О, все, продолжим. О, нет, значит, что-то, что-то значит, это, затупила систему лоник. О, смотри, а сейчас нужно самому талончик брать. Тут раз нам давали. Угу. Так, ну давай попробуем. Нужно на чекношку возьми себе лест. Вот, у нас сразу транспорт обнаружен. Так, сохраняйте талон до конца поездки. Ну что, там уже не написано, да, что-то тестовое? Ну да. Почитай там, я не знаю, что там. Выездной талон. Так, ну вот мы проехали. Посмотрим сейчас, что здесь нужно. Оплачивать или не нужно оплачивать? Ну что это за машина? Вектор какой-то. Так, слушай, по-моему ничего не надо оплачивать. Сейчас посмотрим. Он просто талончик отдает. Так, отдал тало. Все, говорю, давай. Давай, езжай. Дальше поехал. Да, тестовый режим еще написан. Проезд без оплаты. Вот здесь написано. А когда будет платный проезд? Числа с 14 августа будет платный проезд, сказали. Так что вот имейте в виду, кто потом обратно поедет тут, либо кто туда поедет еще. Интересно, а сколько будет стоить-то? Там же есть табличка. Мы же, по-моему, показывали, да, ценники, когда мы ехали сюда. Да, да, да. Ну вот и все. Дальше у нас навигатор не работает. Поэтому будем ориентироваться по табличкам. По платной дороге навигатор работал. Сейчас перестал. Так, здесь нам нужно будет поехать налево. Самара, Челябинск, вот налево. Можно будет нам идти. Так, мы едем, получается, дальше налево. Да. Вообще, это как бы прямо, по-моему, да? Нет? Нет. Сейчас будет уходить. Можно лишь направо, может как будто прямо, но вот видишь, уходит плавно налево. Ну да, но она же типа как бы прямо дальше. Я же не заворачиваю налево. Руль крутишь налево, значит заворачиваешь. Ну да. Все, вот сейчас мы выезжаем и едем дальше прямо и будем уже искать ночлег. Ночлег. Жилище. Ночевку. Так, вот до Самары 72 километра осталось, до Уфы 480, до Челябинска 880. Ой-ой-ой, до Челябинска еще далеко. Еще очень далеко. О, смотри, здесь тоже 110 ограничений. Ничего себе. Мы заехали в гостиницу Аста. Вот как бы вот так вот оно все выглядит. И вот здесь вот номер трехместный. Сейчас зайдем вам все покажем, расскажем. Пойдем, открывай. Макс там что-то телефон брал. Все самое главное взял. Медведя мне еще всучил своего. Давай. Забирай. Так, в общем здесь тапочки при входе. Вот так вот при кровати. Надо свет включить. Кровати мягкие. Мягкие. Есть телевизор, есть кондиционер, есть душ, туалет. Вот так вот все выглядит. Полотенчики. Даже есть вот шампуни. Все более-менее адекватно. Стоит этот номер знаете сколько? 1850. Представляете? Да. И тысяча залог. Но залог возвращается утром. Поэтому мы так подумали, что классно в принципе. Да, мы просто уже ехать все, ну не вариант дальше. Время у нас 7 часов. Мы проехали 900 километров сегодня. 950. Даже 950. Вообще отлично. Да, и уже охота отдыхать. Будем отдыхать. Надо сходить в душ. Нужно поесть арбуз. У нас лежит арбуз еще с утра. Кстати, здесь связь хорошая. Максим говорит. Да, точно. У меня мегафон. Все палочки. ЛТЕ. Ну, короче, полная вообще связь. Ловит вообще отлично. Хочется посмотреть ютубчик как бы маленечко. Наш канал хочется посмотреть. Кому-то может быть тоже хочется. В телеграме может быть в нашем что-нибудь полистать. Да, за сегодняшний день вышло много видео. Поэтому смотрите, кто не посмотрел. Максим, какая твоя кровать? Максим, ты кого-то москал. Вот твоя, наверное, с краю, чтоб ты не упал. Вот на это не ложись. Максим, ты здесь упадешь. Здесь хотя бы с одного края ты можешь упасть. У нас Максим как-то просто... Мы где-то ночевали, и у нас Максим упал с кровати. Я с кровати не упал. А Коля даже не услышал. Я сразу... Слушай, но пружины не торчат. В принципе, нормально все. Знаешь почему? Ну, все классно. Будем отдыхать. Ну, а на этом мы будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Да, в общем, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш телеграм, на наш ютуб канал. Везде подписывайтесь. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok